Уважаемые коллеги, я с большой благодарностью отношусь к препаратам, потому что они помогают очень пациентам. Я считаю, что тот симпозиум, который мы проводим, очень актуальный, потому что сама проблема очень актуальная. Проблема, безусловно, междисциплинарная проблема, поэтому в нашем микрологическом обществе без такого ученого и профессора, какой у нас сегодня приглашен, Алексей Сонтович, я бы не представляю лечение этой боли. Я думаю, что он расскажет очень многие аспекты этой проблемы. И я хочу сказать, что, наверное, боль в спине является отражением вот этих вот замечательных слов Юрия Цезаря, что легче находятся люди, которые добровольно идут на смерть, чем такие, которые терпеливо переносят боль. И, наверное, эти слова определяют актуальность сегодняшнего симпозиума, наверное, определяют актуальность проблемы. И, конечно, мы должны с большим уважением относиться к тем, которые страдают болевыми синдромами. И в то же время в диагностике, наверное, не только боли в спине, а всех болевых синдромах существует очень много проблем. Прежде всего, это разнообразие этиологических факторов, широкий диабазон клинических проявлений болевых синдромов, отсутствие их специфичности, разнообразие механизмов формирования боли и, конечно, наличие специфической направленности диагностических тестов. И все это создает определенные проблемы, особенно проблемы боли в спине, которые возникают в результате функциональных и диагностических изменений в тканях опорно-двигательного аппарата. Я хочу обратить Ваше внимание на то, что тут, как для речи, будет идти от очень многих структурных единиц, и фасции, мышцы, сухожилия, связки с вставой диски. И, конечно, когда увлекается уже периферическая нервная система, то неврологам становится гораздо легче. Мы тогда можем поставить диагноз радикулопатия. Когда мы это не видим, то существует достаточно серьезная проблема. Ну и, конечно, я хочу сказать о распространенности данной патологии, о распространенности боли в спине. И вот результаты многоцентрового эпидемиологического изведения, проведенных в Германии, показало, что боль в спине составляет 37%, причем ежегодная заболеваемость 76%. А боли в спине хотя бы раз на протяжении жизни развиваются по 85% людей. И это, конечно, достаточно большой процент. Исследования, которые были проведены в Германии, очень хорошо подтверждены ими европейскими исследованиями. Все хорошо знают это исследование, в которое включено 16 стран Европы. И обратите внимание, глядя на этот слайд, можно сказать, что во всей Европе на первом месте отмечается боль в спине. Причем при анализе этого исследования, я хочу обратить ваше внимание, что более 70% в этом исследовании были люди, страдающие хронической болью. И поэтому, в общем-то, боль в спине может быть модель хронической боли, потому что в основном большое количество пациентов длительно страдает этим болевым синдромом. А если мы говорим о хронической боли, мы с вами говорим о том, что вероятность функционального восстановления значительно ниже. И мы это видим у нас в клинической практике. Кроме того, при хронической боли развивается устойчивое глубокое нарушение функций. И хроническая боль – это эндогенная причина развития новой патологии на организменном уровне. То есть это действительно совершенно серьезная проблема. Причины боли в спине. И я думаю, что если бы мы все говорили об этих причинах, то, наверное, ни одного пускай нам понадобилось для того, чтобы мы это все перечислили. Но я хочу сказать, что губит нас, конечно, гиподинамия. Губит нас постоянное нахождение в сидячем положении, в результате чего уменьшается нагрузка на мышцы спины, приводит к нарушению трофики межпозвонковым и дисков на фоне увеличения нагрузки на них. Механические травмы, чрезмерные физические нагрузки, деформация позвоночника, нарушение сегментарного кровообращения в позвоночных дисках. На это вообще сейчас никто не обращает внимания. Естественно, генетическая предполаганность, нарушение обмена веществ и пожилой мозг. И, конечно, совершенно изменены наши взгляды и наши представления о болях, хронических болях в спине. Это вот психосоциальная модель хронического заболевания, я думаю, о ней сегодня будет сказано, которая включает несколько переменных, прежде всего психологические, социальные и биологические переменные. И это касается и боли в спине, как модели хронического заболевания или хронической боли. Ну и вот совсем недавно, в прошлом году, для облегчения нашей работы с вами, для практической врача появилась такая, появилась апотофизиологическая классификация боли в спине. Она опубликована в одном из американских журналов. И обратите внимание, все здесь очень просто. Прежде всего, это неспецифическая боль в спине. И это боль, связанная дисфункцией скелетно-мышечной системы. Как правило, локальная боль, физикальные симптомы минимальны или отсутствуют. Ну, корешковые симптомы, наши корешковые симптомы любимые. Это компрессия с нервом, это раздражение нервов. И, как правило, боли обычно распространяются в области дерматома. Все казалось бы просто. И мы должны очень просто диагностировать. Однако, на самом деле, это все не так. Ну, о распространенности неспецифической боли и боли в костно-мышечной системе говорят эти цифры в 98%. И, как правило, боль носит хронический характер. Почему у нас проблема возникает, когда мы говорим о неспецифической боли, костно-мышечной боли? Потому что в настоящее время существует очень много структур, позвоночники, участвующих в формировании неспецифической боли. И, посмотрите, это дорожное фиброзное кольцо межкозвонкового диска, это связки, это капсулы, это мышцы, это твердая мозговая оболочка, футерры и спинномозговые нервы. Однако, точную локализацию источника боли установить практически невозможно. И это связано с очень многими факторами. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на этот слайд, на аутоинтервацию структур двигательного сегмента, в частности, пенингарные элементы спинального нерва. Вот я ее выделила вот так вот. И посмотрите, это внутренняя суставная фасинка здесь находится, это вообще негативный сегмент. Но если мы проследим со спинальным нервом, мы обратим внимание, что он направляется и к мышцам, и к кожам, и так далее. И это именно та особенность, которая не позволяет нам с вами выделить источник боли и источник, который приносит страдания. Я хочу сказать, что задняя продольная связка. И вот я представила препарат поясничного отдела задней продольной связки. Посмотрите, вот какая задняя продольная связка находится на поясничном уровне, и она не закрывает диски. И я хочу обратить внимание не просто неволокам, а и всех тех, которые увлекаются мануальной терапией, не понимая эту проблему, и все диски продольная связка держат на поясничном уровне. И первая очередь страдает поясничный отдел, и появляется боли, они не защищены у нас. И это тоже анатомическая особенность, на которую мы с вами должны обратить внимание. Кроме того, почему у нас первый страдает поясничный отдел, потому что вот здесь такая аморально-артикулярная область, где, в общем-то, это нижний отдел, поясничный отдел, где заканчивается поясничный спинальный нерв, посмотрите, со своими вентральными и дозальными ветвями. Поэтому на первом месте это боль в нижней части спины, на первом месте, вначале появляется боль в спине, ну а потом уже и по частоте на самое большое, а потом уже возникают другие болевые синдромы, и это вот связано. И поэтому, конечно, учитывая такую иннофацию, мы с вами не можем сказать в данном случае, что это происходит, какая структура и где находится это у нас источник нашей боли. А очень большая проблема межпозвонковых суставов, тоже мы на них практически не обращаем внимания, это капсулы, которые являются источником чувствительности при механическом раздражении. И, между прочим, суставы страдают прежде всего. Небольшие совершенные изменения в диске, у нас происходит чрезмерное натягивание, то есть перенапряжение суставов. Суставные поверхности подвергаются высокому давлению, появляется гипермобильность диска, изменяется объем межпозвонкового диска, то есть различные варианты изменения в диске. Это не обязательно дискогенная патология. И в итоге, что у нас с вами возникает? У нас возникает очень интересная проблема. У нас возникает именно дегенеративно-дистрагические поражения в босеточных суставах или в благотрущенных суставах, или в межпозвонковых суставах. Каждый их называет совершенно по-разному. Ну и наступает беда. Беда наступает почему? Потому что патология в благотрущенных суставах имеет стадийность, которую совершенно четко мы можем увидеть морфологически. И эти стадии совершенно, я вам сейчас покажу, они достаточно интересны. И вот на самом этапе, вот так вот выглядит у нас дугоострочные суставы. Все ровненько, все хорошо. А вот наступает уже отрост дугоострочных суставов. Я уже говорила, что более узливый пояс, поясный позвоночный сегмент. И в суставные поверхности отмечается деструкция суставных речей, усиление субхондрального роста склероза, неравномерное сужение внутренней щели. И вот это вот начинаются наши проблемы. И вы понимаете, что это действительно так. Следующая стадия. Это субхондральные эрозии. Они достаточно хорошо визуализируются в виде зазубренности, эскавации картикальных поверхностей. И, конечно, тоже доставляют нам неприятности. Следующая стадия. Это синдром гиперплазии суставных отростков. Проявляется расширение внутри или сужение внутри суставной щели. Потеря конкретно объектности. И я хочу сказать, что синдром гиперплазии вызывает не только боли в спине, а еще много очень, наряду с шелтой связкой и другими структовыми единицами, вызывает стенозы позвоночных каналов, которые также создают определенные проблемы. Но это совершенно отдельная тема, о которой тоже можно говорить очень долго. Следующая стадия. Это третья стадия. Вот посмотрите, как выглядят наши гиперплазии суставы. Это синдром морфологической деструкции. Определяется в виде кистообразной перестройки костной ткани головок суставных отростков. Внутри составного вакуум-эффекта и так далее. То есть вы понимаете, что именно эти морфологические изменения приводят к развитию анкелозирования. Это то, что также вызывает огромную проблему, если мы говорим о боли в спине. Я хочу обратить ваше внимание на очень интересную проблему. Это дискуссия крестово-повздошных сочленений. На эту проблему мы практически не обращаем внимания. Однако она существует и прежде всего. Мы эту проблему очень часто диагностировали у беременных. В результате это связано, которое возникает с расслаблением связочного аппарата, стабилизирующего крестово-повздошное сочленение. Кроме того, имеются конституциональные особенности, имеются конституциональные особенности, связанные с различными асимметриями суставов и позвонков, воспалительные заболевания суставов, метаболические расстройства. Я хочу сказать, что здесь очень много подприз подагров, септоподагров. Если вы просто возьмете, в плане скрининга проведете анализ, делаете мочевой кислоты, но я не знаю, если вы найдете 1-2% в нормальном виде показателя, сейчас это очень-очень серьезная проблема. И это вызывает. И генеративные изменения мы говорили. И вот что интересно, я дала несколько клинических признаков. Это порт связанная с дисфункцией сислово-посудочного сочленения. Обратите внимание, может отмечаться в крестовой области и радиировать в пах, и в зону термотома С1. Вы представляете, беременная женщина, крестовая область, и радиировать в пах, или только родила. Конечно, все предприятия к гинекологу, начиная от лапароскопии, лапаротомии, ничего не находит, в итоге отправляет не к неврологу, а в психиатру. И у нас такие женщины были, и мы занимаемся такими женщинами. На самом деле, это очень такая вот проблема, это дисфункция крестово-посудочных сочленений. И я хочу сказать, при правильном введении этих пациентов, надо, ну, не меньше полгода для того, чтобы прошла эта ситуация. Раньше эта ситуация не проходит. Вот миогенный болевой синдром. Очень многие лица звучат достаточно интересно развитие миогенного болевого синдрома. Ну и вообще, вот миогенный болевой синдром, не надо упрощать до уровня эксцентрического сокращения мощности, то есть существует концентрическое, нормальное, физиологическое, если эксцентрическое. Не надо сокращать. Развитие миогенного болевого механизма достаточно сложный. И на это мы должны знать, и на это мы должны обращать внимание. И прежде всего это связано опять же с тем же спинальным нервом. И вот раздражение спинального нерва приводит к возбуждению двигательных импульсов адресованных мышц и происходит аномальное сокращение мышц и развивается боль. Это один из механизмов. Следующий механизм – это листопильность позвоночного сегмента. Безусловно, сопровождается компенсаторным сокращением мышц в туловище. И когда к вам приходят пациенты, вы знаете, вы уже давно забыли с появлением ГТ и МРТ, что нужно сделать обычную рентгенограмму. И не просто рентгенограмму, обычную рентгенограмму даже не делайте, если вы делаете ГТ. Вы должны сделать функциональные пробы и посмотреть о нестабильности. Как бы вы ни лечили, что бы вы ни делали, как бы вы ни оперировали. Если есть нестабильность, вы пациенту практически не поможете. Я еще хочу сказать о родном синдроме. Сердорадикулярная боль в мышцах – это когда боль и радиующие мышцы вот тут очень хорошо представлены мышцы туловища в максимальной конечности и не связаны с раздражением нервных стволов. И эта боль отражает нарушенную функциональную связь между суставами и мышцами, приводящими в их движение. Поэтому еще раз я хочу сказать, мышечный и миогенный болевой синдром – это не все так просто. И нельзя его говорить о схеме, что это эксцентрическое сокращение, миогенный болевой, потом мышечно-тоническое и так далее, и так далее. То есть вы должны помнить о невероятно сложных механизмах. И вы можете иметь, и очень подвержен раздражению спинальный нерв, и вы можете иметь проблему в капсуле или в фиброзном кольце, и развивается мышечно-тонический синдром. Поэтому посмотрите пациента очень внимательно и определитесь в патогенезе развития миогенного болевого синдрома. Ну, корешковый синдром. Я не буду о них клинически останавливаться. Я хочу вам только сказать, что это не только крыши безпозвонкового диска и дегенеративные изменения. Большая проблема – это узкий позвоночный канал, это новообразование. Существенную роль играет вращенные аномалии, инфекции, воспалительные, сахарный диабет и так далее. То есть это не только, это и большая группа зоматических заболеваний, на которые мы должны обращать внимание. Я не могу не остановиться на такой интересной проблеме, как истерфия пурпозного ядра. Тоже мы на нее не обращаем внимания. Мы обычно говорим о пурпозном ядре, о диске, о протрузии, когда это уже все вышло. И на самом деле, нет, к сожалению, наши коллеги нейровизионалисты никогда об этом тоже не говорят. На самом деле, вы посмотрите, есть какая-то гидерно-томографические признаки, есть так называемый вакуум-феномен. Вакуум-феномен – это внутри диска очаги воздушной плотности, которые достигают по хаосинту до 950 единиц с четкими контурами. И клиника, как опрессия корешка, и гадная в межпозвоночном отверстии. То есть, вы должны помнить о том, что существует и решает проблема. Вот очень интересная, очень интересная локализация диска. Вы посмотрите, этот больной был с опухолью. К нам привезут в клинику, но мы нашли пораминальная, экстра-пораминальная крижа под данным МРТ, и этот больной был прооперирован. Стеноз позвоночного канала. Очень интересная проблема. Сейчас очень много данных. Я просто попрошу, чтобы вы обращали на это внимание. Спондиловистез. Посмотрите, человек пришел своими ногами с таким спондиловистезом. Конечно, он был прооперирован и удачный, конечно, выраженно-клиническая. Уже этот слайд был показан. И если говорить о боли в спине, то, говоря о смешанном характере боли, о смешанном характере боли, я бы только говорила о нейропатической и ноноцептивной, я бы только говорила о ратикулопаде, о корешковом синдроме и так далее. Я бы говорила о том, что хроническая боль, она же вообще итерогенна. Она может быть и ноноцептивна, и нейропатическая, и может быть смешанная. И поэтому я хочу сказать, что вот я прочитала очень много литературы, очень известных литератур, известных ученых. И вы знаете, вот интересные цифры я получила. Ну, некоторые авторы говорят, что нейропатическая боль, там, 37% боли в спине. Другие говорят, там, 80% боли в спине. Ну, наверное, это проблема. Поэтому, но, если мы уже говорим о хронической боли, то, конечно, в любой хронической боли нейропатический компонент, конечно, участвует. Итак, какие же все-таки я бы выделена механизмы невропатического синдрома при боли в спине? Прежде всего, это прибористимуляция чувствительных нейронов, это периферическая синцетизация, это спонтанная эктопическая активность поврежденных нейронов, и она существует при боли в спине. И симптоматически поддерживающая боль, это центральная синцетизация, конечно, это деэфферентация, и, конечно, это деинтеграция. И таким образом, если мы будем сегодня на современном этапе говорить о боли, в спине, то я бы привела такие слова Крыжановского, это известный пантефизиолог, который вместе с профессором Кукушкиным писал о том, что результаты циркуляционных процессов в системе НОЦИ и АТИНОЦИЦИПТЕЦИИ, которые затрагивают как внутриклеточные механизмы регуляции возбудимости нейронов, так и механизмы внешнегейронального взаимодействия. То есть это сложная совершенно проблема, проблема на организменном уровне, которая затрагивает все абсолютно системы, которые принимают регуляции не только целых ощущений, а всех жизненно важных функций, потому что, если бы я вам показала, что происходит во время болевых синдромов, как острой хронической области сердца, лунки и так далее, это целая отдельная проблема. Конечно, я не затрагивала все те вопросы, которые, я думаю, сегодня будут освещены в лекции профессора Чарбана, это очень тоже важный вопрос и проблемы боли и боли в спине. И таким образом, если мы будем с вами учитывать те механизмы боли в спине и препараты, о которых я говорила, то, конечно, мы должны обратить внимание на воспаление, и мы на сегодняшний день обладаем среди всех вот этих вот препаратов, только мистероидными противовоспалительными препаратами. И я хочу сказать, что речь идет о смешанной боли не только невропатической. Это периферическая синцитизация, конечно, это препараты, которые местно мы применяем. Мы очень пользуемся капсицин, ботулотоксины, для которых применяют. Это мышечный спазм, это, безусловно, центральная синцитизация, прикаболин, уже Завана Сергеевна говорила, и это недостаточность нисходящих ингибиторных влияний. И здесь, я думаю, может быть, меня поправят, а может быть, это действительно так и есть, но я думаю, действительно так и есть. Это те антидриферсанты, существуют такие мюрецепторы, на которых мы только на них должны действовать опиоидами и травматолом, а не так, как надо назначать, как назначают у нас сразу и приводят к определенным проблемам. То есть, совершенно дифференцированный подход. На каждом этапе, с пониманием вопроса, с пониманием механизма действия гемората, мы можем добиться на лимбус-тургимедовье лечения. И в заключение, я хочу сказать, что если доктор понимает проблему, то пациенту становится легче. Благодарю за внимание.